Чемпион достойный чемпионов, говорит министр спорта Виталий Мутко, осматривая пополнение в Краснодарском городе спорта. Напротив недавно открывшегося комплекса тренировочных залов, сегодня кипит стройка, возводит комплекс бассейнов. Каким он будет, министру показывают пока на бумаге. Синхронное плавание, прыжки в воду и плавательный 50-метровый бассейн. Впервые в регионе тренироваться будут по всем водным олимпийским видам. Учитывая всю спортивную базу, которая строится и уже построена, Александр Ткачев предлагает создать межрегиональный центр подготовки сборных. Виталий Мутко инициативу поддерживает. Обещает даже профинансировать часть проекта. Мы сейчас закончились игры, сегодня ребята приезжают. Еще раз мы показали, что наша система подготовки одна из лучших в мире. Мы с китайцами абсолютно оторвались в космос. Но самое главное, что я говорю, хочу вас поблагодарить. Очень много уже воспитанников детских школ. Но что мне удивило, два года назад вы создали по нашей просьбе центр борьбы. Две золотых. То есть это за каких-то несколько лет. Это сразу дало отдачу. Ребята стучатся в сборную Нарива уже. Девять олимпийских видов спорта уже справили новоселье на трех этажах чемпиона. Просторные залы, система кондиционирования и главное – оборудование. Большие олимпийские надежды живут в зале тяжелой атлетики. Серебряный призер Олимпийских игр 2008-го. Марина Шаинова жалеет, что профессиональная карьера подходит к концу. Понимаете, я бы уже закончила, уже по возрасту. Но такие условия создаются, что просто жалко, жалко уходить. Всю жизнь протренировалась. То в раздевалках, то в подвалах. Без всяких условий. А здесь все условия. В зале, где занимаются батутисты, созданы все условия. Непривычный высокий потолок, современное оборудование, тренажеры. У этой кубанской школы тоже есть большие олимпийские традиции. Виталий Мутко предлагает оснастить батуты специальной информационной системой для атлетов. Такая есть только на базе Олимпийской сборной страны в Новогорске. С помощью специальной программы проанализировать правильность прыжка можно сразу после его выполнения. Молодцы, ребятки. Молодцы. Очень красиво. Здорово. Молодцы. Ну, нравится вам всем? Да. На вас очень рассчитываем. Очень хорошо хотим выступить в 2016 году в Рио. И, конечно, хочется, чтобы и представители ваших замечательных школ и центров сборных, конечно, были у нас в составе. У вас есть поручения нам какие-нибудь, Александр Николаевич? Ну, чтобы у вас все тоже было так хорошо. Как у вас. Спортсменам Кубанской сборной по фехтованию теперь будет легче пробиваться в пятерку сильнейших страны. Подобных оборудованных, вернее сказать, напечканных электроникой, залов в России единицы. Отличная возможность проводить турниры на юге страны, отмечает министр. Радушно встречают больших гостей в краевой школе бокса. Здесь сразу на нескольких рингах тренируются лучшие, среди которых немало представителей слабого пола. От кого и каких рекордов ожидать спортивные врачи-центры прогнозы делают с математической точностью. Совместно с НИИ разработали целую специальную программу отбора чемпионов. Тестируя на максимальные нагрузки, следят и за физическим, и за эмоциональным состоянием спортсменов. Все в стране 50 тысяч всего человек. И нам нужно 9 тысяч выбрать в сборную страны. Вот это пирамидно. А внизу 3,5 миллиона. У вас 210 тысяч в системе. И кверху. И вот на каком-то этапе они должны пропустить каждого. И вам на стол положить условно. Вот это тут перспектива, перспектива, перспектива. Кто потенциально может стать олимпийским чемпионом, чемпионом мира. Без них мы ничего не сделаем. Потому что мы можем на последнем этапе увидеть. Поэтому это надо развивать. Мы еще к этой теме вернемся. Если вы здесь это на Кубани сделаете, то в принципе здорово будет. Смотрев базу восстановительной медицины, Виталий Мутко предлагает внедрять в центре наработки национальной сборной. В чемпионе создали отличную базу для будущих рекордсменов. Министр отмечает звание Олимпийского российского региона. Кубань подтвердила в очередной раз. Красавский край сегодня один из лидеров. Мы подводили итоги 2013 года. Он сегодня находится, по итогам 2013 года был среди регионов на втором месте сегодня. И я просто убежден, что по итогам 2014 года со всеми основаниями, можно сказать, что выйдет в лидеры. Так динамично, как развивается физическая культура и спорт на Кубани, я не знаю пока еще такого региона. Физкультурные залы, бассейны, ледовые арены. Это же впечатляет. Сегодня более 200 тысяч детей находятся в системе детских спортивных школ. Это сегодня дает такую некую основу. Мне сказать, что сегодня Красавский край является одним из опорных регионов подготовки спортивного резерва. И не случайно уже у вас под 300 человек представляют цвета Кубани в различных сборных. Конечно, я считаю, что это лидер сегодня. И, конечно, многим регионам надо бы ориентироваться. Рядом соседний край Ставропольский. Близко к нулю развития физической культуры и спорта. И губернатор, и правительство сделали приоритетом физической культуры и спорта. Я абсолютно уверен, они не прогадают и только получат хорошую социальную обстановку, здоровую атмосферу в крае и, конечно, здоровое будущее. Конечно, мы в шестом году практически ничего не имели. И сегодня это уже 80 физкультурно-оздоровительных комплексов, дворцов. Это ледовые, это бассейновые комплексы. Конечно, эта база позволяет нам говорить не только о спорте высших достижений, но главная задача – это развитие массового спорта. И моя мечта, чтобы 100% охват спортом населения. И в каком смысле? Чтобы какая-то часть болела за спорт, ходила на стадионы, переживала, участвовала. Эмоции огромные – это всегда плюс. А другая часть населения, края, занималась спортом. Есть прекрасная база, и хоккей появился, активно развивается. Конечно, у нас футбола очень много, не говоря уже о баскетбол, волейбол. Строится комплекс бассейновых залов. Вот этот сегодняшний комплекс, он уникален. Безусловно, такого нет в России. Поэтому такие европейские стандарты мы сегодня их прививаем и создаем. И, конечно, это будет служить десятилетиями. Это будет, конечно, создавать новые звезды. И, конечно, для массового спорта. Инвестиции в спорт высших достижений и в здоровый образ жизни уже оправдываются. Почти половина школьников края занимается в детско-юношеских спортивных школах. На прошлых летних Олимпийских играх в Лондоне 10% российской сборной составляли кубанцы. Сколько наших спортсменов, учитывая нынешние тренировочные и чемпионские возможности, поедут на игры в Рио-де-Жанейро, станет известно совсем скоро. Яна Маскаленко, Валерий Пятов, Влад Захаров, 9 канал, Краснодар.